Приводи, езжай туда у Майнска или если по-нашему нет мужика в небе и мы продолжаем путешествовать по мирам, по вселенным и по галактикам. Короче, в прошлой серии я здесь нашел необычную штуку, мы купили как бы карту у торговца и он говорит типа вот тут есть интересные штуки, слетай туда. И мы тут нашли гравитинный шар, почему не гравитационный, а гравитинный, фиг его знает, исковеркали все на свете. И в комментариях мне написали, ого как тормозит, видюха походу не вывозит, RTX карта не вывозит, нифига себе вот это фрезы пошли, все, комп походу пора выбрасывать на свалку. Короче, в комментариях написали, типа не улетает сюда про скаль местность, уверен ты здесь найдешь что-нибудь еще интересное. Ну да, вон фрагмент артефакта, пожалуйста, вот это что у нас-то, гравитинный шар, еще один, надо же, надо же, здесь еще фрагмент артефакта. Так, походу придется копаться, вспоминаем майнкрафт и будем сейчас копаться, а вот это что, подожди, сколько там под землей, смотри, этих фрагментов артефактов, это камень знаний. Еще один гравитинный шар, походу там под землей есть какой-то, я не знаю как это описать, но возможно туннель, а может быть там закопанный какой-то город. Давай выкапывать его, переключаем ствол и копаемся, так, надо метку поставить, мы вроде как копаемся туда, ставим метку, все, погнали. Прикольно будет, если я сейчас подземный город откопаю, это будет невероятно. А, это не слишком глубоко, кстати, блин, это где-то здесь на поверхности, ё-моё, ладно копать, ничего себе, какой-то саркофаг, слушай. Так, 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 минуточку, что это за саркофаг я тут нашел, ой, здесь еще, так, надо взлетать, короче, наверх и прям огромную здесь траншею копать, даже не траншею, а просто все выкапывать. Че это за саркофаг, я тут нашел, походу, этих египетских мумий, не, ну ты только посмотри, там реально какое-то здание, подземный город, ну кто бы мог подумать, что я его тут найду. Если бы не ваши комментарии, конечно же. О-о-о, здоровенько, я тут раскопками не занимаюсь, я археолог, у меня есть все документы, шучу, у меня нет документов, я незаконно здесь копаю, надеюсь, меня не арестуют. Просто волосы дыбом встают, я еще даже вниз не докопался, ты посмотри, а гляди наверх. Давай взлетим, целое здание было закопано, о май гарбл, здесь явно жила какая-то цивилизация. Ладно, давай вскроем вот этот фрагмент артефакта. А, инвентарь полный, конечно же, надо что-нибудь выкинуть. Например, вот силикатный порошок, мы его все равно откопаем в большом количестве. Древний ключ нашел! Ох ты, интересно, что же он открывает? Тяжеленный ключ из кованого железа, вероятно, подходит к какому-то замку поблизости. Я сейчас походу замок откопаю. Вот это поворот, и я войду в залы, в залы, где когда-то правила древняя цивилизация. Возможно, но это не точно. Кстати, я тебе хотел рассказать про одну крутую игруху, где можно делать свои тачки. Это Кросс Аут. Многопользовательский экшн-конструктор, в котором ты можешь создать машину своей мечты. Сотни деталей ждут в Кросс Аут, чтобы навежать на тачку и выходить на поле боя с другими игроками и в миссии против ИИ. Собрать можно от скоростных болидов с ракетными ускорителями и плазменными пушками, до увешанных броней и артиллерии танков. Колеса с шипами, дроны, копья со взрывчаткой, генераторы невидимости. Используй все для победы в ярких и стремительных битвах. Гоняй по улицам мегаполиса, сталкивай врагов в бездную шахту или заманивай на гейзеры. Расплавь противника в кислотном озере. И все это на собственной крутой тачке. Благодаря продвинутой модели повреждения, ты даже можешь отстреливать отдельные модули машин. Например, колеса, чтобы обездвижить их. Используй все преимущества внутри игрового конструктора и смекалку, чтобы победить. Качай Кросс Аут бесплатно по ссылке в описании и получай полезные бонусы. Ё-моё, так это мост какой-то, я мост откапываю. Там внизу, конечно, еще что-то есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я наконец-то раскопал все, что только можно здесь. И готов тебе показать, что же я раскопал. Я потратил на это 30 минут реального времени. И гляди. Та-дам. Это настоящий подземный город. Ну, хотя как настоящий. Когда-то он стоял на поверхности, просто его засыпало землей. И самое интересное, это, конечно же, вот этот вот сундук. Возможно, к нему-то как раз-таки ключи, которые мы нашли, и подойдет. Ну что, пойдем спустимся, попробуем его открыть, а потом будем открывать остальное. Большой ящик артефактов. Вскрываем. Оу, блин. Древний замок, древний замок. Нужны ключи. Пошли собирать оставшиеся ключи. И параллельно гравитинные шары. Вот здесь вот один шарик. Где-то он, где-то... А, перелетел. Или не долетел. Подожди, как-то... Как-то странно. Он внутри? Ооо. Вот это мне не повезло. Он где-то внутри вот здесь вот. Но я туда не прокопаюсь. А, хотя можно взять. Смотри-ка. Взял его прямо из-под текстур. Я совсем забыл, что если подобрать гравитинные шары, то на тебя ора полицейских обрушивается. Блин, этих дронов тут навалом. Вы что, будете пасти меня теперь здесь, а? Может, вы уже сдрисните отсюда? Ладно, я думаю, что сундук открыть они нам не помешают. Вот так вот. Древний ключ еще один. Здорово. Вот гравитинный шар. Пока мы его оставим. Пойдем открывать другие сундуки. Вот это место самое прикольное. Открываем. Последний ключ, по всей видимости. Короче, здесь реально побратить по всяким закуточкам. Войти внутрь, если есть такая возможность. Но тут, по-моему, нету. Вовнутрь мы зайдем чуть в другом помещении. Я тебе сейчас покажу. Вот в это здание можно войти. И тут тоже у нас есть небольшой сундучок. Это здание тоже откапывало. Я тебе хочу сказать, что в глубину оно... Ого-го, какое. Вот смотри. Я упал, правда? Но оно высоченное. Ну вот и настало, наконец-то, вскрыть этот большой ящик с артефактами. Вставляем в него ключ. Вроде бы все ключи вставлены. И что же там нас ждет? Сохраненные ящерные ткани. Вы нашли не менее одного сокровища в руинах. Ну круто. Короче, я нашел останки какой-то ящероподобной расы. Товарищи копы, изучайте. Смотрите, сколько я здесь всего откопал. Сколько я убил здесь времени. Короче, все. Можно отсюда улетать. Сейчас еще с воздуха посмотрим на эти раскопки. О, так тут рядышком где-то со мной червяк был. Пока я тут копался. Смотри, сколько я всего тут откопал. Ну это же капец. Вот, еще другой вид. Смотри. Ну это же капец, да? Издалека кажется маленький. А ящик-то какой здоровенный. Ух. Ладно, все, полетели отсюда. Летал я такой, летал. Думаю, дай-ка приземлюсь возле этого здания. Может она открытая. И смотри, кого нашел. Робопес. Мой друган новый. Но я, конечно, насчет друга она не знаю. Может он ее не очень бы захотел со мной дружить. Можно тебя отсканить? Похоже нет. Здорово. А поболтать с тобой можно? Привет, Песель. Как с тобой взаимодействовать? Ой, нет. Вот стрелять я в него точно не буду. А то он может быть и опасный. Короче, с Песелем жалко взаимодействовать нельзя. Но я думаю, что можно его как-то взломать. Так, попробуем пройти внутрь этого здания. Если туда, конечно, возможно зайти. Где тут двери? Они есть? Ты что, за мной пошел? Нет. Он просто наблюдает. Вот здесь вот, кажется, вход есть. Да, точно. Ладно, давай по-быстренькому попробуем. А, укрепленная дверь. Понятно. Давай хотя бы посмотрим, что в ящиках. Здесь все двери почему-то закрыты. И я слышу сердцебиение, как будто внутри какой-то живой организм. Ну все, покидаем эту планетку. Будем изучать другую. Например, вон ту, соседнюю. Ой, сколько здесь астероидов-то. Не влететь бы в них. Е-мое. Тихо, тихо. А-а-а. Задел случайно. Ой, золото получил. Снес метеорит и золото получил. Настройте коммутатор звездолета на таинственный сигнал. Давай настроим коммутатор. Сигнал 161616. Вводим его. Входящее сообщение. Источник неизвестен. Давай посмотрим. Ты не... КЗКТ. Нет, я не КЗКТ. Ты в одиночестве. А, нет. Ты не в одиночестве. Пожалуйста, назови себя. Я... Я фиг знает кто. Ладно, давай представимся. Почему бы нет? В прошлый раз мы промолчали. Ты покинул меня. Почему ты... Сказать, что вы не понимаете его. Конечно же ты это скажешь. Конечно, ты... И вот в нужный момент у нас помехи какие-то. Как и все остальные. Ты... Ты... Так кажется, как будто он хочет меня назвать. Ты Козлина. Но я же не Козлина. Я просто помехи ловлю. Спросить, кто он. Ответа нет. Коммутатор замолкает. Хотя канал по-прежнему открыт. Кажется, что... Что вот это вот за желтенькая штука? А, это космическая станция. Но нет, мы на нее не полетим. Мы полетим на другую планетку. Вон, на ту желтую. Так и хочется туда следить. Хотя подожди. Отправляйтесь по координатам незнакомца. Вон туда нам надо, да? А сколько до нее лететь до этих координат? Три часа. Ладно, давай включаем гиперпрыжок. Вау, быстренько долетаем сюда. О, да прибытия это дофига. Это соседняя планета вообще оказывается. Ну ничего, летим. Итак, мы, кажется, прилетели. Упайки. Желтая планетка. Называется она Мемок Альфа. Входим в атмосферу этой планеты. Такое ощущение, что там... Она не живая. Просто смотри. Земля, 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 земля. Хотя, что-то там есть какие-то растения. Ой-ё, что это такое? А сюда точно можно сесть? Похоже на огромные мины. Исследовать источник сигнала. Ладно, давай сядем сюда. Но как-то стремновато. Какие огромные машины. Просто жуть. Вы что такое? Или кто? Система F-Tego. Новое открытие. Здорово! Ты кто такой? Давай, до свидания. Я пойду. Можно, конечно, тут... Давай я тсканим просто вот эту штуку. Понять, что это такое. Неопознанный минерал. Это не минерал, нифига. Это неорганический объект. Литификация. Взрывоопасен. Ферритная пыль. В нем есть и углерод. Температура, кстати, на поверхности 31 градус. Практически как на земле. Но прикольно, что в этих штуках есть углерод. А вот эту штуку давай отсканем. Топлин. Агроменный шар. Они в воздухе парят просто. Это... Сай... Лит. Вот так вот называется. И... Эта штука застыла во времени, написано. Чистый феррит и кислород в нем есть. Понятно. Понятно, что нифига не понятно. А вот это что такое летает? Эй, тысяч... Ой, 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 ой. Черт, у меня же закончилось все. В жизни обеспечении и прочее, прочее. Кислород где-то был? Кислород, да? Где был кислород? Вот в этом кислород был. Мда. Пойдем-ка мы его немножечко. Поломаем, дружочек. Можно я? Нет, не то. Да не то ты взял. Чистый феррит. Кислород мне нужен. Мне нужен кислород. Ой, пока я добуду с него, я сдохну нафиг. Да, и это очень долго будет. Ого, как он быстро сдох. Лан, 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 лан. Лан, я возвращаюсь. О, кислород, кстати, есть. Есть, есть кислород. Сейчас. Совсем чутка мы добыли его. Вот так вот. Хух. Вот это я хотелось посмотреть. Что это за розовая фигня? Ядовитые железа. Можно собрать. Требуется перчатка химзащиты, чтобы подобрать эту штуку. А, нифига себе, на колючка. Я близко подошел, он у меня вонзилось. Опасная тварина. О, кстати, кислород. Вроде как это кислород. Яйца кислорода. Где такое стоишь? Слушай, а вот ты летаешь. Могу я в тебя? Я могу в него пострелять, но толку от этого никакого. А вот это вот что за штуки? Ой, их можно вроде как уничтожить. Еееей, живая слизь я получил. Это знаешь, аномалии летают, как в сталкере. Аномалии там бывают. Вот тут тоже аномалии. Если близко подойти, они могут тебя током шандарахнуть. Что не очень бы хотелось. Окей. Значит, вначале соберем кристаллы, чтобы дальше куда-то пойти искать сигнал. А где здесь кристаллы? Я же видел кристаллы. Кристаллы где-то... Вот они. Сейчас их соберем. Сделаем жидкость для жизнеобеспечения моего костюма. Давай, кстати, отсканим вот эти шарики. Посмотрим, что нам скажет сканер. Итак, это аномальное животное. Пол-альфа. Кочевой образ жизни. Перерабатывает грязь. Неорганическое дыхание. Производит гексо-ягоды. Вот это мусорка. Вот это, я понимаю, свалочка. Смотри, что нашел. Какие-то ворота. Может быть, это телепорт ворота? И нам нужно именно к ним идти. А может, я их отсканю? Нет, отсканить нельзя. Но написано, что ошибка подключения. И, возможно, если я поближе подойду, то есть вероятность к ним законнектиться. Опа-на. Гляди, что нашел. Корабль какой-то. Пойдем, подойдем. Пойдем. Какой он крутой кораблик-то этот. И кто же сюда... А, он потерпел кораблекрушение. Он горит. Эх, починить его, походу, не получится. И вот источник сигнала, куда нас приводил. Блин, а звездолет-то крутой. Прах неудержимый. ЕК-3. Могу залезть вроде как. А, нет, я не залезу. Я осмотрю. О, нифига себе, сколько тут систем-то крутых. Класс С. Ну, такой себе, значит, звездолет. Раз класс С у него... Можно было бы его разобрать, слушай. Это было бы офигенно. Забрать я, конечно, с него ничего не могу. Хотя, подожди. Может, получится я не ту кнопочку нажал. Сравнить. Сравнить с моим кораблем, видимо, да? Так, короче. Мой корабль. Потенциал урона у него больше, у моего корабля. Все остальное. Прочность, щита и дальность лучше у этого корабля. Могу этот корабль забрать. И продать его за 770 тысяч. Забрать корабль. Прикинь, я в него теперь и сел. В общем, я могу этот корабль починить и улететь на нем. Я даже не знаю. Но, скорее всего, я этим и займусь. Я починю обязательно этот корабль. Ну шо, давай посмотрим, че в маяке. Маячок, рассказывай. Че как было? О-о-о-о. Технологии все повреждены и нужно их восстанавливать. Благо, у меня всего хватает. Ну че, открывайся. Маячок, чок, чок. Закрыт, так, 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 как обычно. Опять проблемы с сигналами. Здесь нет никаких признаков жизни. Только помехи от неисправного коммутатора. Извлечь запись. Здесь было что-то написано, но сейчас уже ничего не разобрать. Мне удалось прочесть лишь имя пилота. Артемида. Ясно, одно. Пилота давно уже нет. Помимо этого, неповрежденным остался набор схем для улучшения моего расщепителя. О-о-о, е-е-е. Проводной станок. Кстати, я уже, по-моему, улучшал расщепитель и я купил это улучшение. И вот этот вот импульсный скорострел. А, ну тут другая технология. Это импульсный скорострел. Давай-ка сперва мы сюда наш кораблик призовем. Надеюсь, у него там хватит топлива сюда прилететь. Ха, прикинь, у меня здесь нет корабля теперь. Я его не могу вызвать. Может быть, его забрали? Вот этот перец, который высадился со своего корабля, нашел мой корабль и улетел. Это будет очень смешно. Блин, сколько здесь аномалий кругом. Опасненько. А там что? Что это за яйца? Фу. Туда я тоже не хочу идти. Ну, что я тебе хочу сказать? Надо чинить наш корабль. Кстати, насчет вот этого телепорта. Пойдем-ка до него добежим. И вообще, телепорт ли это? Нифига себе, какая махина. Мне кажется, она больше подходит для кораблей, нежели для человека. Здорово, Адрон. Ты что тут охраняешь? Свалку, что ли? Что ты тут забыл вообще? Кстати, к этой штуке можно как-то подключиться. Пойдем попробуем. Аномалия. Индикатор. Талик. Ошибка подключения. Терминал мерцает, ожидая ввода. Ну, давай загрузим данные, какие у меня есть. Сценарий программы. Страж. 2491. Отправлено вмешиваться, если форма жизни объявит войну. Удаление из истории. Продолжение протокола творец. Стражи такие-то устраняют биологический вид. Не возвращаются. Диагностика. Ошибка. Ошибка. Потеря данных. Ошибка. Непонятно, что вообще тут написано. Продолжает следовать изначально запрограммированным директивам. Развивая свою способность моделировать конфликтные сценарии. Устаревшая модель поведения. Потеря данных беспокоит. Возможная потеря контроля самоосознания. Это что, живая штука какая-то или что? Жесть. Привет, робот. Я тут просто познакомиться решил с телепортом. Оказывается, он живой. У него там интеллект есть. У этой здоровой штукенции. Ладно, возвращаемся к нашему кораблю. Надо же его чинить все-таки. Итак, значит, взлетные ускорители мы починили. У нас все это есть. Дальше нам нужно починить импульсный двигатель. Нужен герметик и металлическая обшивка. Вот насчет герметика я, конечно, не знаю. Но сейчас попробуем его сделать. О, для герметика у меня все есть. Четко. И металлическая обшивка. А, ферритную пыль-то я все уже заюзал в чистый феррит. Ой, 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 ой. Дрон, дрон, дрон меня сканирует. Он что-то, что-то подозревает. Блин, нехорошо. Пойду-ка я подальше отойду. Прикинь, я корм научился делать. Смотри. Опа. Из углерода. Только мне, правда, тут кормить некого. Но если я найду какую-нибудь животинку, я обязательно ее покормлю. Ха-ха. Здорово. Так. Починка корабля, значит. Мне нужно импульсный двигатель починить. Я это делаю. Вот герметик. О, он теперь не горит. Здорово. Слава тебе, Господи. Фух. Что дальше нам починить нужно? Обязательно гипердвигатель. Для этого нужны микропроцессоры, которые я фиг знает, где я достану. Микропроцессоры. У меня всего один такой есть. Где их достают? А, из кроматического металла они делаются. Да, легко. Сейчас, значит, закидываем сюда хроматический металл. Где он у меня? Хромметалл. И запрошенная процедура недоступна. Обломись. Угу. А самому сделать своими мозгами я могу? Нет? Так, понятно. Значит, чтобы нам починить гипердвигатель, нужно слетать на космическую станцию какую-нибудь. А вот отражающий щит я уже могу починить. Сейчас мы это сделаем. Вдруг на нас кто-нибудь нападет. Что насчет фотонной пушки? Нитрат натрия нужен. Давай в очиститель затолкаем натрий, который я насобирал огромной кучей. Наконец-то он пригодился. Вот, натрий. Хотя натрия у меня что-то как-то маловато. Ладно, делаем, что имеем. Смотри, тут еще у нас показано, что есть трещина в корпусе. И мы можем ее заделать хромметаллом. Это серьезное повреждение. И по-любому заделываем ее. Все. Отлично. Что еще? Взорванная панель. Тоже нужно отремонтировать. Для этого нужно золото. Куча всего. Поврежденная гидравлика. Ё-моё. Диоксид нужен для ремонта гидравлики. Утечка радиации. Ой, это вообще пугни нужен. И парафини. Чинить и чинить, не перечинить этот корабль. Ёшки-матрёшки. Давай, короче, натрий найдем. И попробуем все-таки взлететь на этом корыте. О, о, гляди, а вон мой звездолет же. Он, оказывается, рядышком был. Так, получается, мы сейчас летим на космическую станцию. Продаем вот эту рухлядь. Хотя, не знаю, может, уже не продаем. А продаем мой старый корабль. А здесь нужно тупо метку поставить. Вот так вот меточка. И вот такую вот метку тоже. Воткнем сюда. И прилетим на обратном пути. А вот, собственно, и натрий. Собираем его. Как же я рад своему старенькому кораблю. Хорошо, что он не улетел никуда. Его никто не забрал. Погнали, мой звездолетик. Мы сейчас просто развернемся и подлетим к тому звездолету. И дочиним его. Оп, оп, оп. Главное здесь умудриться сесть. Готово. Единственная проблема, знаешь, в чем? В том, что... Я долечу до космической станции. Продам там корабль. А как я доберусь сюда обратно? Правильно. Нам нужен здесь телепорт. Нужно построить здесь базу. Готово. И все должно работать. Я теперь могу перемещаться между своими базами и станциями. Отлично. Так, ну все. Сейчас мы нашему кораблю еще восстановим фотонную пушку. И, в принципе, можно вылетать на здешнюю станцию. Ну что, давай попробуем взлететь. Не получается что-то у нас. Ух ты, он взлетел, он взлетел, он взлетел, он взлетел, взлетел. Отлично. Полетели в космос, но вверх. Врубаем нитро. Ииии... А пушки есть? Давай, давай, постреляем. Да, пушки стреляют, отлично. Ракет нету, единственная, вот что. Ну ладно. Пока терпит. Так, станция у нас находится вон там. Там... Блин, далековато. Тихо, 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 управление, конечно, не ахти, не айс. Тихо, да что ж такое там? Он вообще неуправляемый. Еще хуже, чем мой корабль. Да японский гордовой. Давай, вон, до станции, до той долетим, нет? Давай, приостановимся. Стой. Стопэ, стопэ, стопэ. Сколько? Один час лететь. Ну нет, только не пирата. У меня стволов нету. Все, валим отсюда. Валим, 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 дружище. Врубаем гипер... А, я не могу врубить гипер. Понятно, прикольно. Давай воевать. Давай отстреливаться. А, он один? А нет, их два. Уворачиваемся как можно лучше. Хорошо, что я щиты сделал, а? Готов. Один готов. И следующего сейчас побомбим. У этого корабля, кстати, щиты намного прочнее, чем у моего. Вот и все, вот и все. Давай, подлетим, заберем все, что тут есть. Вражеские корабли уничтожены. Ну и балдежно, а я переживал. Завершен важный этап путешествий. Какой же? Новичок. Уничтожено звездолетов пять штук. Ну, круто. У нас, кстати, есть какой-то сигнал. Давай на него ответим. Сущность Артемида. Мы получили твой сигнал. Первый? Последний? Ээээ... Бррр... Ну, как бы это... Второй, по-моему. Пора рассказать правду. У тебя ее сигнал. Но ведь ты не сущность Артемида, верно? Ммм... Солгать или рассказать правду? Давай расскажем правду. Че, кого врать-то? Надо узнает твой сигнал. Кажется, мы уже связывались. А кто такой Надо? Надо узнает. А, ну вот, написана же сущность. Священник Надо. Понятно. Думаю, настало время тебе подняться к нам на борт. Да? Добро пожаловать в наш дом. Не понял. Че, сейчас появится корабль, что ли? Или че? Так, кружочек давай сделаем. Я посмотрю в округе. В Лародде нет никакого корабля. Про какой борт-то вообще речь идет? А че это было? Ух ты, гляди! Какая она здоровая! Че мне на этот борт подниматься? Ну, поехали. Че? Че мне терять-то? Похоже на огромную планету и звездных войн. Я не помню, как она называется, конечно, в звездных войнах. Я вообще не такой ярый фанат звездных войнов. Поэтому, простите меня. Запущен процесс приземления. Как здесь все страшно. Хорошо, что я не на своем корабле сюда залетел. Ого. Ого-го. Нифига себе. Это я в какой-то компьютер прям попал. Да тут куча звездолетов. А это не мой ли там стоит справа? Вот это мирок прикольный. Это... Вот это вот. Это не мой корабль случайно? Сейчас я посмотрю. Нет. Вездолет игрока... Йорвик. Подожди. Это я че в мультиплеер влез? Вездолет игрока Биз. О, тут кто-то что-то пишет на своих языках. Привет, чуваки. Это игроки прям настоящие? Или че? Или как? Здорово. Пригласить в группу? О-о-о-о. Ничего себе. Это реальные игроки. Стойте, а здесь есть телепорт? Я вообще хотел как бы корабль продать. Но только не этот. Или этот. А зачем я на этом полетел, если я хочу продать корабль? А, не важно. Он все равно поломан. Так. Понятненько. Где здесь... А кому вообще корабль можно продать? Какому-то продавцу кораблей. Ясен пень. Ну кораблей здесь, конечно, дофигища. Это тоже, да? Ну да. Здесь все корабли игроков. Как бы тут делать-то особо-то и нечего. Некому впарить его. Если какой-нибудь игрок, конечно, не захочет у меня купить. А нам вон туда нужно. Пошли туда. О, здорово. Вот это NPC. Итерация. Ариадна. Ари... Как вы стрёмно выглядите. Слушайте. Это что за... Хомяк какой-то... Это даже не хомяк. Не, мордочка хомяка. А вот... Да это, блин, какой-то подводный... Ладно, хватит думать. Не раздумывай. Это инопланетяне. Давай поболтаем. Привет, подобие странник. Здесь ты в безопасности. Здесь тебе всегда рады. Интерация. Ух, какой длинный номер. Идеальное совпадение. Это место было просто создано для тебя. Спросить про это место. Поло и Надо расскажут тебе о месте на границе всего. Расскажут лучше всех. Они здесь неподалёку. Надо только подняться по этой лестнице. Но я не шучу. Это место и правда создано для тебя. В общем, в смысле это не дом. Скорее это укрытие среди звёзд, в котором тебе всегда рады. А, ну ладно. Я пошёл дальше. С Надой поболтаюсь. Надо. Мне нужна Надо. Тебе надо? Нужна? Нужна Надо. Блин, ну и имя. Кто придумал имя Надо? Здорово, ребят. Вот, это ты, по-моему, да? Священник Надо. А, это мужик вообще? Я думал, это девушка. Я сущный священник Надо. Корвакс Отступник. Добро пожаловать на нашу аномалию. У нас здесь довольно мило, да? Поло сам всё организовал. Идеальное укрытие, в котором нам не грозит ни стражи, ни мстительные Корваксы. Надо следить за течением времени. Спросить по-про Артамиду. Кто это такая вообще? Чё это вообще такое? Сущность странник. Возможно, вы знакомы. Я не знаю её номер. Надо не думает об итерациях, как о числах. Они были потеряны для нас. Крайне маловероятны. Наша аномалия не существует для стражей, но для нашей аномалии существует всё. Как ты заумно говоришь? Корвакс наблюдает за мной. Он ведёт себя очень терпеливо. А движение его металлической оболочки выглядит на удивление естественно. Спросить он надо. Кто ты такой вообще? Надо пробудился в момент гибели Корвакса Прайм. Не мог понять, почему это произошло. Почему мы одиноки? Ныне я отклонение, погрешность. Мои глаза принадлежат лишь мне, а не единству. Он почему-то говорит о себе в третьем лице. Это не круто. Надо больше не одинок. У надо есть друг Пола. Теперь надо навещают и другие друзья. У нас маленькое единственное, но надо счастлив. Угу. Панцирь надо пульсирует мягким светом. Есть в нём что-то знакомое. Спросить о Полу. Друг Пола нашёл НАДО. Нашёл мой сигнал. НАДО в безопасности. Теперь НАДО находит другие сигналы и помогает другим защищать их. Понятно. Эта станция зовёт меня с самого пробуждения на той планете. Возможно, она звала и Артемиду. Спросить о космической станции. Вне рамок всего, что находится снаружи, наша аномалия абсолютно свободна. Свободна как надо, чтобы наблюдать, чтобы искать. Стражи Атлас. Им не нравится это место. Я чувствую, как они смотрят, охотятся за ним. НАДО смотрит на меня, оценивая мою реакцию на его слова. Да какие-то фиговые слова. Поговори с другом Пола, странник. Возможно, он знает больше о пропавшей Артемиде. У него чуть её острее, чем у НАДО. Ок, всё, я пошёл. Пошёл с Пола поболтаю. Пола, здорово, ты лягуха здоровая, да? Специалист Пола. Но он хотя бы живой, а не компьютер. Друзья есть повсюду, если только знаешь, где искать. Друзья всех размеров и форм во всех местах. Друг Артемида, ты там, где должна быть она. Это может показаться невероятным. Однако в этой вселенной, вероятно, всё. Так оно устроено. Мы найдём её. Можем не сомневаться. Всегда есть какой-то сигнал, какой-то след. Спросить, как мы найдём её. Наш дом об этом позаботится. Покинув нас, ты окажешься в другом месте. Ты окажешься ближе к своей цели. Или, быть может, нет. Новые открытия, это так захватывающе. Прежде чем уйдёшь, тебя не затруднит пообщаться с остальными друзьями. Мы все помогаем друг другу. Нет, я не хочу ни с кем общаться. Я одинокий волк вообще, блин. Космическая аномалия. Это порт для всех странников. И единый узел, связывающий их через вселенные. Посещая дом Нада и Пола, вы сможете встречаться с другими странниками. Выполнять особые задания. Зарабатывать на ниты и улучшать своё снаряжение. Круто. Говорить с другими странниками, чтобы зарабатывать на ниты. Нет, я не хочу с ними болтать. Можно я уже полечу, я хочу корабль продать и получить огромную кучу нанитов. Какой страшный типок. Я лучше пойду, ты видел, у него даже губ нету. У него просто зубы, а скал какой стрёмный. Тут можно пройти эта дверь? Ох, ох, нифигасик какая, тут дверь крутая. Что это? А, ну тут видимо улучшения, прочие всякие магазинчики, всё понятно. Здорово, мне сказали поговорить с тобой. О, это дерево. Прикольное. На... Блин, из Марвела похож на этого. Я есть грудь на груто похож. А-а-а, юное создание. Все вы, кто до сих пор бороздит просторы вселенной. Как я вам завидую. Я давно исчерпал время, отведённое меня там. В реальности. Ну как же сильно я по ней скучаю. Возможно, ты согласишься помочь старику и поделишься со мной информацией о том, что тебе довелось увидеть. Меня тянет к звёздам. Мне не достаёт рядости, открытия. Отдать данные планеты. Спасибо тебе, юная душа. А ты не представляешь, как много это для меня значит. Пожалуйста, возьмите наниты. Пустяк, конечно. Но это всё, что у меня есть. Сколько он дал? Сколько он дал? 120 нанитов. Ну, такого себе, конечно. Так, изучите чертежи новых технологий. Ладно, пойдём изучим. Чё бы нет. Я хочу расширить свою сумку, чтобы у меня больше улучшений было. Завершён важный этап. Путешествие. Чё, я теперь поселитель? Ой, посетитель. Поселитель. Здорово, чувак. Хочешь, я с тобой поболтаю? Нет, не хочу я с тобой болтать. Я пошутил. Так, с кем я должен поболтать-то? Где-то стоит этот чувак, который поможет мне улучшить что-то. А, вот он. Здорово. Ещё. Новый странник. Твой костюм, это продолжение тебя. Позволь мне помочь тебе. Давай, улучшай меня. Ох, нифига себе. О, кстати. Смотри, перчатка химзащиты, которая мне нужна была на той планете, чтобы их трогать, там, какие-то крутые минералы. Значит, вот это всё. Это у меня уже апгрейджена. А вот это что такое? Простой переводчик. Устройство автоматического перевода. Записывает и разбирает всю слышимую речь. Не знаю, даже надо, не надо. У меня 467 нанитов. В принципе, можно открыть. Но я хочу, я хочу открыть кислородный расширитель. Чтобы у меня было... А ещё я хочу, конечно, прокачать свой этот ранец. Короче, я взял открытие для ранца. Вкачаю потом... Блин, а куда я буду вот это вот улучшение вставлять? У меня ж нет места. Короче, я расширил бак реактивного ранца и запас адреналина. Вот. Вот что я взял. Ну, так. Ознакомьтесь с огромным выбором элементов базы. Пойдём ознакомимся. Куда нам теперь? В какую сторону? Сюда? Это выход в космос, наверное? Да. Туда никак. Ой, это я с игроком чуть не заболтался. Станция. О! Короче, у меня нет извлечённых данных в нужном количестве. У меня всего один. А чтобы открыть цилиндрическую комнату, нужно три. В общем, я бомжара. Я нифига не смог здесь сделать. Всё. Поговорите с надо об Артемиде. Я вроде бы здесь со всеми взаимодействовал и могу продолжить дальше. Надо! Мне надо! Спросить он надо. Мне надо спросить он надо. Надо и полы скатились между мирами. А, скитались. Скатились на дно, думал. Их много. Тебе довелось посетить их, странник друг? Да, мне удосужилось. Надо очень хотел бы побывать везде. Надо о многом сожалеет. Спросить, что делать? Сущность-странник. Вправе выбирать собственный путь. Найди сущность Артемиду. Исследуй галактику вместе с остальными. Ищи новое и неизведанное. Поступай, как пожелаешь, сущность-странник. Мы поможем тебе. Другие тоже помогут. Даже если ты ищешь алого лжеца. А кто такой алый лжец? Попросить помощи с исследованиями. Ну-ка, давай попросим. Разумеется, надо отметить на твоей карте координаты великого чуда. Ты, главное, не спеши в своем странстве. Найди свой путь. Поговори с остальными обитателями этой станции. Им тоже есть, что тебе предложить. Возвращайся к нам, когда захочешь. Сущность-странник. Здесь тебе всегда будут рады. Вот и все. Нажмите на эту кнопку, чтобы сменить активное задание. Нет, я не хочу ничего менять. О, отсюда можно слететь? Ну-ка. О-о-о-о. О, прикольно. А я шалю здесь. Я по ядру бегаю. А с ним можно? Нексус. Что такое Нексус? Приглашение в игру. Вас приглашают сыграть с игроком. Нет, я не хочу пока ни с кем играть. Я потом один поиграю. Посмотрю, что это. Если это будет интересно, я покажу это на видео. Если не будет, то смысл показывать. А это что за летающая фигурь? Робот какой-то непонятный. Так, все. Мы отсюда увиливаем. И полетим на обычную космическую станцию. Все, погнали. У меня топлива, надеюсь, хватит взлететь. Ю-ху. Надеюсь, меня вернут туда же, откуда я и прилетел. Да? Так, минуточку. Вроде бы это та же планета, да? Теперь ищем космическую станцию. Вон она. Да, все, я на том же месте. Фух. Ну что, полетели? Гипердвигатель я же починил, починил. Запускаем его. Я немножечко, конечно, промахнулся. Очень сильно промахнулся. Так, гипердвигатель вырубаем. Космическая станция. Вон она. Вон туда. О, да. Все, полетели. Ну нет, опять? Серьезно? У меня еще какой-то сигнал голосовой появился. Я сейчас быстренько просто залечу. Давай, залетай. Давай, 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 залетай. Какая нафиг угроза? Вот и все. Какие сражения? О чем вы? Я прилетел на космическую станцию. И даже сражения никакие не нужны. Сейчас, смотри, я починил корабль. Хочу его сравнить со своим кораблем, который там остался на планете. Это возможно? А, наверное, мне нужно как-то здесь вот. Нет, здесь я, конечно, не посмотрю. Так, давай ответим на сигнал. Что там за сигнал? Короче, все, я корабль здесь оставляю. Мы сейчас телепортируемся на ту площадку. И я прилетаю на том корабле тоже сюда. Ох, нифига себе. Ох, нифига себе. Это что, я везде теперь смогу телепортнуться? Это другие игроки понаделали, да? Нет, я хочу мои базы. Петрович, база, ШВ. Я, кстати, эту базу не переименовал. Давай, телепортируемся. Да, я здесь. Я прилетел. Где мой корабль? Так, я не понял, почему ты здесь? Блин, я забыл, что когда я телепортируюсь, то и корабль мой тоже телепортируется. А где мой старый корабль? Подожди. Минуточку. А куда делся мой старый корабль? Так, я не понял. Весь прикол в том, что я не могу вызвать свой старый корабль, потому что у него закончились ускорители. Ну, там топливо, короче, у него закончилось. Здесь сесть нельзя. А, вот, могу вроде бы как, да? Короче, ладно. Что-то я немножечко запутался. Давай сяду в этот корабль. И послушаем сигнал, который там у нас появился. Неизвестный сигнал. Где? Слышит меня? Кто-нибудь? Снаружи? Что-то? Какие-то проблемы с... Спросить, что случилось? Тебе удалось меня найти? Здесь так темно. Казалось, я больше никогда не услышу чужие голоса. Как тебе это удалось? Сказать, что вы нашли корабль. Я рассказываю о месте крушения, о том, что идентификатор был аварийным маяком корабля. Я начинаю рассказывать об аномальной космической станции, но связь прерывается. Это снаружи, но я не думаю, что... Угрожает опасность. Всего их 16. Они выглядят прямо как... Спросить собеседника, где он. В глазах незнакомца страх и смятение. Спустя несколько мгновений он обращается ко мне. Ты ведь не знаешь, кто ты? Да? Ты... Оно лжет мне. Оно лжет всем. Звук обрывается, но... Застывшее изображение лица держится еще несколько мгновений, а потом исчезает. Закончить передачу. Должно быть, это Артемида, и ей явно нужна помощь. Нужно каким-то образом усилить сигнал. Так, понятно. Усилий сигнал. Короче. Мы за сегодня много чего переделали и сделали. Пиши в комментариях, что делать с кораблем. Вот. Продавать его, не продавать. Лучше он или не лучше. Как мне посмотреть, если ты играл в No Man's Sky. Посмотреть характеристики моего старого корабля и этого корабля. И сравнить их после ремонта, конечно же. Какие у него ножки интересные, кстати. Смотри. Прикольно. Вот. Ну и подписывайся на канал, если тебе интересен No Man's Sky на другие игры, которые я прохожу. Ставь лайки под этими роликами. А именно сейчас вот под этим роликом поставь, если тебе понравилось. И не забудь подписаться на Яндекс.Дзен, куда дублируются ролики с Ютуба. Ну а на этом все. Увидимся с тобой в другом видео. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok